много на тему калининграда уже написано вот я просто расскажу свое мнение что я как бы предполагал увидеть на что я настроился да как я это ожидал и как в итоге это произошло чисто только мое мнение и мои впечатления от увиденного так ну первые впечатления вообще очень хорошие начинается с того что аэропорт был какой-то уютный такой небольшой компактный такой чистенький все просто самолет подъехал прямо для ребята трав вручную подкатили но все денис мы выходим с чемодана на улицу сразу оговорюсь как мы сюда попали нас в гости пригласили наши друзья бывшие томичи денис и лена а у вас теплее тут доехать до первого курортного городка я велика купил думать чтоб три было велика поэтому до города погонять на велики были найдут а потом второе что мы отметили очень классные такие современные качественные дороги тем более как уже мы видели и нам сказали что очень много вкладывается денег сейчас туда в калининградскую область и сами мы видели вот идет строительные бригады стройки дорожники короче все бурно там работает да да здесь явно такие узкие улочки калининградский кот привет зеленоградский в турции страшнее кошка это скажу городской центр культуры и искусства ленин специальный дом для кошек доброму сердцу преданный друг все у кошек все по-человечий короче то так скрутила берез куда-то береза такая это вообще не вяжется сюда это какой архитектор позволил вообще-то так гадость лепить цены потом будет какой-нибудь очередной чемпионат мира и буду завешивать это как это каким-нибудь баннерами вот этот дом не спонятно на воде что ли похоже но хоть как-то в стиль вяжем и связывается здесь а тот вообще капец как будто там кусочек каштака но они там сейчас активно делают соседи вот озеро там видишь прям выход из зала вид на озеро со спальни вид на озеро вот этот и мечи а он тут большой дом с крыши там тоже это мечи черновое раньше такой нигде биржа куда-то вот это моя фонда наш проект бесплатно собрать себе машину до меня почтил для машина 15000 одну из двух собрал запчасти продал короче получается не машина бесплатно вышла у меня потом двигатель накрылся 14 это из окна у дениса следы вид на соседей денис нам по велосипеду выдал поедем округу осматривать велик высоченный от земли у меня дома по это сам пониже он сам велосипед тут военных оказывается ураган и самолеты сейчас стреляли из пушек там еще только ну никакого здесь гнуса нет на та же единственная машка как было на весь калининград она умудрилась ее глазом поймать вытащили короче машку едем дальше в области очень много военных я это тоже раньше летают военные самолеты причем они так низко и стекла дребезжат очень конкретно практически каждый день через день слышны были стрельбища какие-то взрывы он тот дом голубой грешковца и ну ожидания у меня такие интересны были одну приду в калининград как это выглядит там как бы это самое какие-то у меня были представления а в итоге я приехал в калининградскую область как я это ожидал увидеть я бы назвал все калининградом да а там оказывается что очень много городов очень много населенных пунктов которые растянуты как на всю область вот на такую и причем все это идет вдоль моря с дикими пляжами огромными которые за город за горизонт тут уходят как бы город сам такой вот он интересный конечно центр красивый особенно вот эти вот где озера место ну то что мы видели я говорю из того что мы видели а вот этот это гестапо было а теперь что псб до бывшая площадь адольфа гитлера телефонную будку снова видно такая зима в калининграде такая и будет здесь зима только еще бывает дождичек периодически идет вот у нас за второй день короче дожди кто идет то не идет и короче тучи такие не оборванная и это самое и дождик накрапывает да потом опять солнышко вот такая зима здесь примерно средняя температура около 6 градусов плюс а бывает и минус но минус это как у нас допустим в сибири градусов так минус 35-40 они же не каждый день калининградцы говорят питерцы говорят которые здесь живут все-таки здесь как бы сырость и погода и климат получше чем в санкт-петербурге в нашем окраина вот где у нас денис лены жили тоже такую под немецкую сделано я вообще думал что это прямо чисто немецкие дома но там половина дома уже не немецкие половина дома построены именно в этот стиль как это раньше было единственное что этот хрущевки конечно выбиваются они конечно так глаза бросаются среди немецких вот этих вот построек что даже был чемпионат мира и вот центр города пришлось заново кирпичом облицовывать все эти вот дома на просто прятать и строить заново красивый фасад здесь был замок старинный хороший большой замок его взорвали и построили вот это вот долгострой который до сих пор не может построить и не пытались понимаешь ему ноги отломить ничего усова у этого чехова отламывали же зонтик постоянно и вот главное мы заметили интересное отношение москвичей к калининграду допустим вот с такими москвичами в аэропорту говорили такие зажиточные они просто про калининград сказали о калининград все это очень круто очень красиво здесь они большое отступление сделаю потому что это очень интересно это вот квартира настоящая немецкая квартира немецкого лавочника лавочка у него была там за углом то есть она восстановлена максимально точно но здесь здесь интересно мне как бы не сам интерьер потому что интерьер то все равно будет новоделом а вот сами предметы быта ими реально пользовались какие интересные предметы держу в руках дамскую сумочку чем меньше сумочка тем понятнее было окружающим что эта дама из высшего общества вот манжета даром какие щепетильные немцы были от манжета до в зависимости от мероприятия как или нет важности мероприятия она должна была должна была быть определенной длины и для этого существовала вот эта линеечка длинный манжет буду демонстрировать на свитере устанавливалась та самая длина которую нужно было быть вот швейная машинка причем абсолютно рабочая как это самое здорово вообще крупно почте не придумали раньше список был не очень богатый в лавке колоняльных товаров можно было купить зеленый кофе-кофе-кофе проще выгоднее и соответственно с помощью вот этого кофе роста каждая хозяйка потом обжаривала кофе скрепка сшиватель пружинка идет скрепки вставлялись трубки и вообще собственно говоря как блюдо руси вся кухня это сын хорошо ну что ж я всех приглашаю гостиной то есть не за стеклом это важно и вот домик для кого я не оговорилась для кого это долго она не она не болтается как попало до весы наступаешь и зеркало сверху смотри это самому все работает все сверху видно вижу тут все продукты перечислены и не предметы первого не обходят соль нету закончился ранее отмечают закончился да не отмечают сейчас подождем саш весы интересные весы классно печь такая кухня там внутри кофе жарили кофе жарили но все понял видишь газ газовая сам газа плита в холодильник это был короче баночки холодильник естественный от этого от окошка вот сюда закладывается лед по форме покупался он таял вода текла и вот там продукты внизу охлаждались соковыжималка да прикольная смотри да у них то время были терморегуляторы регулируется стекло интересно это соковыжималка вафли печь печенье вот это вот лапша да вот это лапша ты сюда кладется тесто и ты уже суп готов выдавливаешь и лапша такая по размеру туда в суп а то есть у яйца и потом с меня со сменкой едят ну они до сих пор кстати едят мы так вот на мозоле ели яички да яйца у них так а вот это лимонные лимонные дольки выжимать лимон лимон там типа спиртовки до выключатель рабочий точно подтяжки немецкие видишь горшок грелка я думал горшок ночной плен гладить галстук да вставляешь туда втыкаешь галстук у них были как платки сейчас да 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 и он короче влажненький сделаешь он за ночь высыхает здесь каникюр полировать ногти лака пранча не было они полировали ногти немецкий дом старый видишь везде бронзовый такой поребрик двери очень-очень высокие такой был дом начало века двоянный двоянный 1912 года дом канал искусственный это немцы выкопали его второе что мне очень понравилось там то что там есть куда съездить да вот ты сидишь грубо говоря да вот тебе захотелось куда-то прокатиться на мотоцикле развеяться друзей куда-то свозить и там мест этих очень много вся эта область калининградская она идет вдоль моря балтийского моря есть очень много пустынных берегов песчаные дюны огромные причем там не загруженность нет такой загруженности людьми вот мы проезжали столько пустынных пляжей хотя и был не сезон опоры лэп в виде волка к чемпионату мира построили волк с мячиком и причем вот таких мест там очень просто очень много еще одна особенность что населенные пункты там они все рядышком дорогу специально построили казино а вот казино Светлогорск Зеленоградск Балтийск вдоль резиденции едем президента 10 километров друг от друга 40 километров друг от друга 5 километров вот сколько парковочных мест только одно место разрешено остальное все для инвалидов страна инвалидов получается на берегу моря то есть вы купаетесь Денис практически на даче у Путина да поместье Лужкова здесь Лугаеву и наверное постройки да да вот это вот у него сколько гектаров до хрена да вон мельницы стоят дорога там прямо такая разноцветная это все его да да коровы 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 лошади и коровы велосипедные дорожки мечта многих людей ну да она там допадет так до Литвы и там уже 80 километров в Литве дорога построена велосипедная велосипедная и она оттуда сюда придет да здесь польские продукты которые под санкциями эти точки здесь встречаются вот таким образом и ищем усадьбу Геринга он на бугорке так стоит он стоит знаете где как вам рассказать смотрите по забору две вазы вот такие как старинные все равно вазы вот в этом доме снимали сцену когда Штирлиц с собакой там помните кормит ее вот этот дом мы в нем жили жили сколько лет подряд и не знали а в нем жили даже да конечно мы же отдыхающие здесь корпуса военного санатория дом Геринга вот так вот по улице Ленина пойдете вот тут открыта дверь пошли да получается корпус санатория номер 9 закрыто ну я не знаю как он здесь на раньше помню считается потому что кленовые листья в таком обилии были просто таким слоем лежат красота ну конечно все так то по большому счету в упадке все не следят наши почему-то за всем да да терапевтическое отделение это у нас водонапорная башня летом Денис Гританов вся полностью в растительности в зелени вот это вот такая вот дача Геринга а видите это самое рядом с морем ну так видно калитка к Герингу дома Геринга вот он стоит туда видать заходить нельзя что ли вот этот санаторий он выглядит вот так почему то все вот так вот непонятно почему вот совершенно непонятно за мной машина идет чувствую точно за мной пляж один из цифровых янтарная сейчас узнаю попробую какое море селу мира к чему тут у тебя стреляют а? хе-хе-хе-хе это всё ничего себе хе-хе-хе ладно так все короче моему примеру люди следуют фотосессию прохожу мимо хо-хо-хо-хо-хо парк такой здесь вдоль моря еще радует глаз то что когда то едешь по хорошей дороге Особенно если еще и по хорошей погоде То вокруг все красиво На самом деле Вокруг дороги эти дубы Клены стоят здоровые, которые еще высаживали немцы С такими тоннелями Из деревьев Еще в субботу такой лечить Мы едем на одну косу Это коса такая узкая, песчаная коса Которая часть ее Польши принадлежит Часть нам принадлежит Самая западная точка России Красиво Вообще красиво здесь на самом деле Дороги Которые соединяются города и поселки Шикарные, классные, новые Города и поселки, населенные пункты Друг от друга находятся 2 километра, 5 километров, 10 километров И всего это так много здесь И все это как бы рядом с побережьем Да? Я вчера вот купался Купался я вчера 13 градусов было воды Свежесть такая у тела была Как после проруби Классно Дубы, клены Середки Мы как раз на месте боев тут Едем мы сейчас вот таким Уже практически по косе Справа море, слева залив Вот балтийская коса Она граничит с Польшей И вот она такой тоненькой колбаской Как бы идет Практически пополам разделена Часть польская, часть российская Какая рябина Я такой не видел и все Офигеть Метры по косе какие-то ангары Самолетные немецкие старые Аэропорт у нас позади Тоже весь такой уже И везде памятники павшим нашим Короче здесь боист были не слабые Видать Старые дома Да все такие стоят Все здесь вот такое Старинный аэропорт Там вообще огромные ангары Это все немецкое было Не фигачите вдоль моря С километр Начинается первая батарея Остатки бетонных сооружений Первая батарея Говори вот оборонительные сооружения Немецкие старые А вот представьте кладка какая Как будто это не знаю Какой-то памятник архитектуры Это же просто капец Смотрите Толщина стен какая Внутри вот этот Вот край И вот все как выложено здесь Между прочим Да, да Строили Просто крепость Да, военная Зачем вот так все выводить Вот это Полу кирпичики Смотрите как Каменщики Да здесь хорошие Работали Мастера Смотри Йо Прикольно Это потолок Все геометрически Смотрите как здесь Ну правда здесь Устроили Свалку Внизу бутылки Да и всякой Гадость Вот так вот Такого Качественная Короче Сооружение Качественное Метра на полтора Получается Толщиной потолок Все-таки крепость Меня тоже Очень удивила Как Каменщики Немецкие И вообще немцы Подходили к постройке Просто обычной крепости Где можно было просто Налить горы цемента С арматурой И не надо Вот это все Выводить Кирпичики И отрезать Полукирпичики Закруглять Закруглять Их Кладка Смотрите Какая Ровная Ровная Смотри Какие круглые От воды Что ли Мыло Мыло Видать Вот они Круглые Кирпичи Я не вижу Это какой-то Штампованный С эксклеймом На крепость Сойдем И вот она Такая Подожди Кое-же Это Камбала Я уже смотрю Мы из Сибири Саби Естественно С палаточками На песок И все это Обязательно Клюнула Камбала Это как считает Средняя Нормальная Нет Нормальная Самая хорошая рыба Я говорю Свежая На скумбрию Взяла На скумбрию Да Слышь Николаевич На скумбрию Калкан Это что такое Это весь Разновидность Камбала Видишь Попурушка У нее же Зубы Ну да Она тоже Хищник Они же Ракушек Раскалывают И едят Паром ждем Паром идет Минут 10 От Балтийска От Балтийска А вот это Остров Где мы сейчас были А это какие грибы Здесь в основном Это рыжики Вот это рыжики А вот это рыжики А это желтики На они как солевые Все взяли ножка Вы сюда специально На тосов За грибами ездите Получается Здорово Где Как Вы взяли из Питера Я из Сибири Из Томска Вообще Много грибов Получается Это уже немного Это типа маслята Или маховичок Маховичок Нашинске Ну все На этом я заканчиваю Еще хочется сказать Про такую особенность Этого места То что там Находится Прямо вот за городом Практически Начинается За границей То есть Любой житель Калининграда Может точно так же Съездить в Париж В Берлин В Барселону Там или в Будапешт Имея визу Шенгенскую Да Как мы сможем Тамичи это сделать Допустим Уехать в Новосибирск В Кемерово Или в Томск И поехать В Европу Что мы в общем-то И сделали Но эта тема Уже будет других видео Все